Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Призрак в доспехах». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Бегущий по лезвию» 2049 Продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию», действие которого разворачивается через несколько десятилетий. Люси Еще вчера она была просто сексапильной блондинкой, а сегодня самое опасное и смертоносное создание на планете со сверхъестественными способностями и интеллектом. То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантастической теорией, для нее стало реальностью. И теперь из добычи она превратится в охотницу. Ее зовут Люси. Из машины В центре сюжета молодой человек, которого нанимает миллиардер, сделавший состояние на высокотехнологичных разработках. Задача работника – провести неделю в удаленном местечке, тестируя женщину-робота с искусственным интеллектом. Вспомнить все 2012 года Он обычный рабочий строитель, живущий в маленькой квартирке в захудалом районе города будущего, где-то в Новой Азии. Хотя собственная жизнь его в целом устраивает, он не может избавиться от чувства, что ему хочется чего-то большего. Потребность в новых будоражащих впечатлениях приводит его в офис компании вспомнить все, имплантирующий в память своих клиентов воспоминания фантазии, которые они могут получить, не рискуя при этом пережить сами события в реальности. Пока герой выбирает, какие именно воспоминания ему приобрести, отряд спецназа штурмует комнату, где он находится, и уже было берет его под арест. К своему собственному удивлению, он молниеносно уничтожает весь отряд при помощи невероятных бойцовских навыков, о владении которыми он и не подозревал. Потрошители 2009 года. В недалеком будущем искусственные органы будут доступны всем, и даже в кредит. Если же человек не в состоянии оплатить долг, то принимаются крайне жесткие меры. Однажды к нему, в дом может вломиться потрошитель, который способен подавить любое сопротивление, и должен изъять из него искусственный орган, собственно с компанией Юнион. Реми как раз такой, и охотник, и жертва, он потрошитель, и он же не может оплатить пересадку сердца, а посему вынужден пуститься в бега. Сургаты. Действия разворачиваются в будущем, в 2057 году, когда люди практически перестанут общаться между собой, и полностью возложат эту функцию на плечи роботов-заменителей. Они сильнее, моложе, привлекательнее своих обладателей, и даже могут быть другого пола, но находится террорист, начинающий уничтожать идеальных андроидов. Полицейскому Тому Гриру предстоит узнать, какие причины движут злоумышленникам, лишающим жизни людей и их марионеток, технически и физически совершенных. Я – робот. Действие фильма происходит в будущем, в 2035 году, где роботы являются обычными помощниками человека. Главный герой, полицейский, не переваривающий роботов, расследует дело об убийстве, в котором оказывается вовлечен робот. Речь идет о возможном нарушении закона о роботах. Робот никогда не поднимет руки на человека, что в принципе невозможно. Ситуация близка к катастрофической. Если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми. Тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов. Эквибриум Действие происходит в будущем, когда люди лишены возможности выражать какие-либо эмоции, потому что они запрещены. Это та цена, которую человечество платит за устранение из своей жизни войны. Теперь книги, искусство и музыка находятся вне закона, а любое чувство – уже преступление, наказуемое смертью. Для проведения в жизнь существующего правила используется принудительное применение лекарства – прозиум. Правительственный агент Джон Престон борется с теми, кто нарушает правила. В один прекрасный день он забывает принять очередную дозу лекарства, и с ним происходит духовное превращение, что приводит его к противоречию с самим собой и с начальством. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!